всем привет продолжаем проходить atom rpg сейчас мы уголевки значит посоветовали метод заглянуть в этот дом правильного мужика константин его зовут и кое-что мы здесь сейчас найдем я уже принципе знаю где-то лежит кредная информация нож поставить пускай себе нас интересует именно эта записка приблизительный список убитых мной константином хаменским кости и хамом перевод с 1987 по 1994 в списке не учитываться убитых в боевых столкновениях чтобы помнить значит не простой окне простой тут константин и видим сколько он тут человек понаубивал один человек 8 человек 1 2 10 2 3 1 13 любитых есть дети 6 без причин 1123 я не буду наверно всех считать но очень много он прям это маяк убийца и он как бы сейчас он стал супер правильным да но это не отменяет того что он сделал про нить в общем задание у нас обновилась где там по многому все уже сделали крепость заправка кости хам был обнаружен он живет с женой и дочкой в поселке фогелевка нужно рассказать об этом начальнику крепости заправки расскажем начальнику крепости заправки пусть он решает его судьбу возложим на него наверно такую ответственность еще у нас тут осталось одно дельце где он бар битые морды бар называется битые морды булов насчет происшествия с рудольфом карповым это тот который спал на стойку выпил и спал видел сновидения осознанные сны но не тайми как у него дела это потребовал куда больше времени чем я думал но удалось его откачать а братишка дорогой ты мой вот это камень с души вот это удружил ты же герои герой настоящий уфо надеюсь и рудольф тебе хорошо заплатил такой поступок многого стоит ведь это вообще не твоя проблема была все же выручил мужика и мне совесть очистил вдоль тоже был рад а даже вот такую вот статуэтку мне подарил показать странную статуэтку да вы достаете с таинственную статуэтку подаренную вам рудольфом благодарность за спасение бальда бальжи то отскакивает от вас в сторону утаж паре на его глаза округляются его губы начинают дрожать он стремительно бледнеет отойдет меня с этой хреновина отойди немедленно зенит сейчас уберу что такое что стряслось вы прячете статуэтку в карман но бальжиш даже какое-то время после этого продолжать тяжело дышать трястись его хотела будто только что пробежал марафон в котором за ним гонолись дикие псы братишка ты меня знаешь я шарлатан недаром и у меня не даже веры но когда ты мне эту свою херню трясти перед урожей начал меня костях а в душе в сердце будто все мои предки вплоть до пещерного дикаря в меховой юбке кором взвыли от боли и ужаса я мать твою даже мир вокруг себя видеть перестал сечешь только тьма беспробудная и в ней каменная рожа твои статуэтки смотрит с холодным безразличием сквозь меня в бездушную прорыву космоса избавиться избавься от этого дерьма или уж как минимум никогда при мне не внимаем уф может и правда шаман тогда давай тему сменим 1 а у фидерзейн значит тут еще прикольная штука если мы по идеям опять а нет по идее если мы не будем убирать первым приберем диалоги у нас вообще нападет она все давай до свидания значит здесь мы дела свои выполнили сейчас тогда возвращаемся наверно отрадное съедим ведь еще делать немного забыл потом вспомнил пришлось возвращаться из мода феномен у нас оксана должна посетить различные места за есть фогелевку мы посетили я нажал в диалогах буду и задание она убежал там время куда прошло вернулась карван сарай тоже сама так сделал значит отрадный перегон в крз помним еще и изначально давным-давно я отправлял пошерстить по магазинам этому заданию перегон отрадное вроде там я этого еще не нажимал в диалогах с оксаной вот вещь она говорит что тут я уже была выдвигаемся все хорошо наконец-то мы вернули свою машину я уже заправила значит полностью бак нас полный бак плюс еще остается по 19 литров в багажнике что с бензином у нас проблем ближайшее время точно не будет знать сейчас мы так я уже говорил в отрадное едем потом в краснознаменные можно еще в этот перегон заехать ради просто того чтобы задание выполнить для оксаны а еще у нас крепость пограничников до дожди ли не крепость пограничников каранца красознаменный крепость а крепость заправка крепость заправка крепость заправка у нас как раз по дороге давайте заедем мы еще по моему утр приятного пути сюда не заезжали надо будет тоже там проверить это дело она пока в крепость заправку отправляемся было бы неплохо встретить торговца нормально под дороги но уж тут как повезет будто у нас очень много думаю весь и не продадим покинув гору вы заметили что кто-то следит за вами похоже это местные бандиты они быстро приближаются к вам у это их как бы ошибка а вот только штука в том вот там застрелили опять очередью зафигачила из вв все в нас все в нас вот уже негодяи так негодяи да харитом нас лупить уже всех сторон гранату а мы когда мы будем ходить вообще в этой жизни вот и не будем да уж да уж да уж еще на вид дальше не перезарядили понятно ладно еще попробуй попади в них а я чё не такие жирные то обычные обычные бандиты но нет прям супер жирные старная винтовка в общем мусор мусор но здоровье нам снесли будь здоров надо короче ныкаться смотрим еще будет одно хп осталось так товарищи а в атаку чего ты стоишь ждешь попробуй знаешь что сделать смейте оружие но все равно один патрон остался нам бы как-то подхилиться супер стимулятор сейчас заюзаем 43 здоровья все максимально заодно сейчас перезарядим значит винторез вот пиццельный промазали да уж ладно сагин ясно понятно еще странная встреча очень странная 166 здоровья у этих бандитов обычных дофигища их прям чего бы то вдруг я не знаю там напали по инициативу они первые на нас напали бывает а подожди там не сюда мы приехали немного не сюда подальше крепость заправка не здесь где кстати крепость заправка а вот все сюда правильно хорошо пути на одиночными со стрель сейчас стреляла и что это от морозок ясно понятно товарищ от морозок местным делом не там ничего не будет оксана смени-ка ты давай оружие патронов немного на тратить на всяких морозков наверно стоит еще не сказать что тут очень много бензином именно именно вот здесь шкафчиках в этих чит этот крыса нарисована интересно ну-ка проверим то есть он если мы пытаемся взломать он реагирует на это а если мы просто заберем бензин то что нет надо 56 килограмм это что-то настолько потянет кого свой вместо нету с мы немножко разгрузимся тогда александр и у нас кучу то не знаю хлама тягаешь ну картошки тут него мясо солярка куча куча всего в принципе почти хватит побежали за бензином или раз в этот бензин подберем без проблем тут его уж точно хватит думаю до конца игры да он никак не реагирует сдаем задание насчет поисков я нашел костю хам он живет поселке фогелевка боги когда знаю про это место поселок же и так далеко от нас находится ты говоришь что хоть костя хам там да у нас теперь не зовет семью сука зовет семью я покажу его семью покажу его спокойную жизнь он у меня дерьмо свое жрать будет ему строят на земле падал такой убийца нозырь мужчины побычи раздуты глаза налиты кровью вы невольно отступаете на шаг но тут же тут уже приходит тот в себя усящи делает глубокий вздох и обращается к вам неожиданно спокойно спасибо спасибо что нашел вас спасибо что сдержался и не пустил ему пулю в лоб а меня теперь ждет визита в уютную фогелевку нужно навести старого знакомого для щекомандира да он был знатым ублюдком но он пересмотрел свою жизнь он больше не бандит сдаем этом огня дело что хочет и попросил меня найти развить я конечно ну можно принципе первый вариант сказать но все равно как-то неправильно это наверно пусть мы хоть маттереза и ганди вместе взяты это не отменяет того кем он был пересмотрел свою жизнь фу ключевое слово тут жизнь а вот у моих родных моих друзей не родившегося ребенка и и больше нету на дня у них жизнь он убил их иди теперь и поговорим когда я вернусь но даже не знаю хорошенько подумаем а он уже все подумай подумал он уходит сейчас отсюда водусь мы можем в принципе спокойно это то ящик посмотреть больше бензина нету симулятор пару патронов хорошо с этим мы делом покончили возвращаемся вот рада и смотрите-ка он прямо знает куда идти и швачком пойдет сейчас фогелевку не слабо крыть багажник александр давай бензом и сложим сюда у нас бенза уже получается 75 литров да мы богаты на бензин а сейчас отправляюсь до ватратное залить заедем еще в эйгон а Так, отрадная. Где москвич? Москвич должны были привезти, но что-то я тут не наблюдаю его. А, вон он. Москвич здесь. Пойдем сейчас к Валеву. Как наши успехи. Стоит касавица. Правда, работает там, но вы сами посмотрите. Огромное спасибо, я немедленно пойду посмотрю. Пошли, пошли. Проведем тебя. А, кстати, Оксана. Пока не забыл. Мы вот рядом. Последний небольшой быстро управлюсь. Ждут себя. Она очень быстро управилась, да мы даже не успели потерять из виду Ковалева. Ну, что скажешь? Нормально? Я пока поем, пожалуй. Ой, мы сильно проголодались уже. Рыбу съедим. Галеты. Ну что? Такой красавец. Жаль, цвет не тот, но это и не важно. Главное, то, что вот он настоящий автомобиль. Или то, что от него осталось. Давайте посмотрим поближе. Да, сплошная ржавчина. Двигатель как будто молотком били. Подвески и вовсе нет. Проводку всю крысы погрызли. Про салон и говорить ничего не хочу. Явно и до лучшее время. Работы и средств здесь и правда потребуется немало. Но теперь я точно знаю, что нет ничего невозможного. Особенно с таким активным и полезным товарищем, как вы. Так, давайте посмотрим, что нам потребуется, чтобы его хотя бы завести. Да, уж давайте. А ведь все не так плохо, как могло показаться. Конечно, понадобится все очистить ржавчину и что-то придется делать кустарным методом. Но уже сейчас видно, что стартер и карбюратор совсем пришли в негодность. Также мне потребуется изрядное количество металлолома и проводов. Думаю, что около 20 килограмм металлолома и 8 проводов вполне хватит. Похоже, придется вам опять отправиться на поиски. Мне такую редкость можно достать. Знаю одного торговца краснотонеменом. В советское время еще механиком на заводе трудился. Потом вот в торговце подался. Его подручные по пустошам машины крочат, до деталей собирают. Сам он в гостинице местно сидит за семью с замками под охраной. Успел ворогов нажить. Если решишь к нему заглянуть, то зовут его Дмитрий Артемьев. Можешь ему от следователя Ковалева привет передать. Хотя не уверен я, что это будет лучшая рекомендация. Еще можно у сталкера поспрашивать. Только вряд ли высокие шансы встретить у них нужные детали. Ведь у вас какая-то история связывает. Колеса смотрят на вам в глаза, но вы, выдерживая, отводите взгляд. У вас появляется ощущение, что из этого железного старца вынудили стержень долгие годы, поддерживающие его в этом полном отчаянии мире. Я же следователем был, в милиции служил. Ловили мы тогда банду автоугонщиков, похищали машины, разбирали и продавали на запчасти. Прямо перед войной, ведь все заводы работали на армию, времена то знаете какие были. Все для фронта, народ и голодал бывало, вот и появились первые заявления о пропаже машин. Начали мы выяснять, патрули усилили, милиционеры в штатском на улицах дежурили. Граждане объединяли в отряды дружинников и места крупного скопления транспорта отправляли. В общем вышли мы на небольшую группу угонщиков, а главным у них как раз Артемьев был. Павелев на мгновение замолкает, видимо обдумывает что-то, затем он потягивает с хрустом, разминая суставы и продолжает. Хороший мужик был, коммунист до мозга костей, на местном заводе механиком работал, всю технику от А до Я знал. Да вот как война началась, выяснилось, что не любо ему было жить как честному человеку. Выправил себе справку о болезни и оказался негоден в армию. Потом собрал своих дружков и начал темными делами промышлять. Начали у мирного населения машину угонять, разбирать, продавать детали и в карманы себе набивать. Так обнагаялись, что напали даже на грузовик, перевозивший несколько новых двигателей для тракторов. Мы поймали его? Поймали, можно и так сказать. Узнали мы, что собираются они на местную ЖД-станцию, проникнуть и целый вагон с бензином украсть. Начали мы планы разрабатывать, подготовились, само собой, засады расставили. В итоге поймали почти всю банду. Артемьев с парой своих помощников стреливается начал. Такие вещи сложно просчитать. Собираться то секретной была. Не могли мы в работу станции вмешиваться, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот мне стали расписание менять люди. Тогда как раз поезд ожидали, а тут пуля одна шальная, пуля попала в вагон, цистерну, топливо разлилось. В том, искра и рикошетка, от рикошета и все. Паника. Началась. Люди бежали, сломя голову и разбирать дороги. Восемь человек тогда погибло. В итоге поймали мы Артемьева. Уж так я и мои ребята его присредить хотели. И всю банду его прям там на путях. Дальше все было просто. Сидел он в тюрьме и ждал суда. Только спасло его то, что уничтожили весь наш мир. Начали падать бомбы. Бывший механик со своими подельниками опять собрал банду. А я отрадно и основал. Да, вот так история. Вы думаете, он поможет? Может нам помочь? Может и помочь. С тех пор много воды утекло. А вообще, это уже ваше дело. Говорите, Артемьева. Ознакомиться со мной или нет. Можете и так попробовать договориться. Шансов даже больше может быть. Ладно, давайте взглянем на мой хабар. Может я уже чем-то что-то имею. Давайте. А, еще надо 20 металлолома и... Сколько там проволоки, да? Катрадная. Это не то. 17 единиц мет... А, 17 единиц металлолома. 15, да? Я посмотрю. Может у нас тут в нашем схроне что-то осталось. Ну вот, а детали, получается, ускала в краснознаменном, да? Да, гостиница Дмитрия... Дмитрий Артемьев. Пойдем, сходим. К этому Дмитрию Артемьеву. Вот, и 120 металлолома. Да, уж, не слабо. Сколько? 17 было? Да, 17 единиц. Давайте этому Александру... Все это сбросим. Одну часть задания тогда мы уже закроем. Подожди, так а что? Я нашел 17. 8 мотков проводов, которые нужны ему для починки автомобиля. 17 единиц металлолома. Может он... Нужно этот металлолом ему передать как-то? Да. Бартер. Наверное, через бартер надо. Витяка, товарищ Ковалев, заступив рукава, занимается восстановлением старого москвича. Заметь фасон, он откладывает в сторону гаечной ключи и вытирает грязные руки ветош. Угу. Все, металлолом отдали, по идее. Ммм, да. Металлолом у него остается что-то тут не то, не знаю. Конечно, могу им еще сейчас пойти провода дать. Подозрительно. 8 мотков проводов. Может, но когда все соберется, тогда он может прям все автоматом закрыть. Но тогда зачем это были задания эти разделять, если так можно было сделать? У нас только 7. Думаю, машины должны быть. Еще можно посмотреть у наших ребят. Может, провода где-то у кого-то есть. Да, есть как раз 8-й провод. Все, даже 9 уже. 8 проводов, вот. Выбирай. Ладно, выкупим тогда обратно у него металлолом. Хотя нет, я буду свой металлолом еще выкупать. Ну, вообще классно придумали. Я его украду просто. Сам отдал, сам украл, сам обратно отдал. Хорошо, хорошо, положите туда и отправляйте за остальным. Я пока продолжу диагностику. То осталось нам найти, значит, карбюратор и стартер. И все это можно спросить на знаменном. Дочухам отсюда. А сейчас, правда, заедем еще в перегон. У нас такая серия сегодня. Закрываем хвосты. Глобально сегодня никуда, наверное, не поедем. Кроме краснознаменного. Загрузки, конечно, первые после запуска игры еще те. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Так, здесь нам что надо? А, просто, в принципе, где там Оксана. Перегоним. Все, купила, что хотела. Мы посетили все локации по твоему списку. Оксана. Да, Визмор, спасибо тебе огромное. И человеческие спасибо. Как только увижусь с Сашей, отдам ему подарок. Да, пожалуйста. Мы, кстати, получили 3240 опыта за это задание. Не, фига себе. Это поворот. Да, не слабо. Очень так не слабо. Что же, Оксана, пожалуй, мы тебя, значит, сейчас отберем винтовку. А где там наш кузырек замечательный? Сейчас только сохранюсь. Кто на любитель пострелять с чередями? Пускай стреляет из... Что там? Винтовка Мосина. И все прочее. СВД потом я где-нибудь возьмем. Так, винтовки решают. Томат, конечно, это и весело, но винтовки решают. Будем что-то под бафами бегать на выносливость. И будем таскать винтовку. Значит, так, мельдонии 12 часов. Минус потом, правда, будет. Плюс до и выносливости. Значит, на выносливость можно на пятерке так и оставить. Да, выносить на пятерке. Так, сила. Вот единственное, что силу надо было поднять. Потому что, конечно, я понимаю, что можно бегать под бафом от качалки. Вот, а нужно вернуться туда в этот, в красный боец. А мы снизим интеллект. Так, восприятие 8. Харизма. Я хочу харизму снижать. Хотя можно, если проверки не будем проходить, то... Ну ладно, мельдония, значит, выносливость плюс 2, 2. 7 будет, а к сила качалки 8. В принципе, нам этого всего и хватило бы. Реально. Нам бы этого хватило. Нужно 130, значит, в технологии. А правда, все равно нужно перки сбрасывать. И оружие винтовки все равно маловато. Ладно. А где там ампула? Все. Сбросили. Значит, так. Ловкость. Ловкость нам нужно что? Чтобы было 10, да? То есть у нас сейчас она 2, но это от жилетки. 11 мы получим от татуировки в мертвом городе. Даже сила нам нужна. 8 в шлеме. 9 мы получим от качалки. Значит, выносливость всегда 5. Интеллект. Хотелось бы побольше. Внимание, значит, 8 по-любому. Харизма. 5-таки. Хотелось бы, чтобы все-таки она была 6. Шестерочка в харизме. Очень так хочется. А у нас, кстати, еще 4 характеристики остается, между прочим. А почему так? Интеллект 2 было 8, да? 1 была в запасе. Я могу сейчас вообще поднять силу, могу выносливость поднять. В том не надо. Харизма мне больше не надо. Внимание, в принципе, мне тоже особо так больше не надо. Интеллект. Количество навыков. Кстати, давайте сразу винтовки. Так, до 110, наверное. Сейчас мы дерево умений возьмем. Под винтовочки. Вот, у нас еще доступно 20 очков. Обязательно берем, где там наша, плюс одно очко действия. Остается 9, то есть еще можно куда-то одно вложить. Ведьмак. По животным и монстрам двойной урон. В принципе, наверное, надо брать доспехи бога. Куда это все мы не скоро можем сюда дойти. Так, высокообучаемость. Да, надо брать ведьмак. Взяли. Ведьмак. Обжора. Все это не пропало. Отлично. Это меня радует. Значит, оружие винтовки 36. Давайте. 130, по-моему, 6 надо. Давайте пока 130 скачаем. Как технологии. Технологии надо 130. У нас еще 306 навыков встает. Сообщение. 40. Давайте до соточки. Барт. Разортные игры выживания. Первая помощь. Скрытность. Злом. Злом у нас был 50. Пусть 50-ка. Пусть 50-е будет. Скрытность. Карманы и кражу. Пока ничего. Хотя карманы и кражу как бы нужны, чтобы украсть этот... Эту вот сыворотку, да? Экспериментальный препарат. А мы, кстати, еще одну характеристику от него и получим. Этого экспериментального препарата. Потому что, наверное, я все-таки сейчас вложусь тогда... Куда? В силу. Чтобы не зависит от бафов. И вынос можно уложить, в принципе. Потому что интеллекта 8, внимание 8. Я думаю, мне выше крыши хватит. Что от экспериментального препарата мы вложим внимание. Еще плюс одно. Давайте выносим. Зато здоровье у нас побольше будет. Все. Хорошо. Несмотря на то, что у нас шанс крита один. Но благодаря прицельному выстрелу, благодаря этой винтовке у нас крит будет... Ого-го какой. Хорошо. Все. А пока... Пока вот так оставим. Значит, берем. Смотрим. Оксана. Оксана, давай сюда. Все. Выносливость. Понятно. 136 ружей винтовки. 136. Ружей винтовки. 136. Готово. Выносливость. Все мы поднимем. Тоже не проблема. Значит, 6 очков действия на прицельный выстрел. У нас 12 очков действия. То есть мы два раза будем стрелять. Всем это стоит очередью. Выстрелить. Что там еще такого? Вот шанс крита. Плюс 50. Плюс 50 шанс крита. А вместе с способностью... Так. Глаз ватерпас. Она садится в жизненно важный орган. То риск этого снижается... 50% к текущему шансу критического попадания из оружия с прицелом. При прицельном выстреле. То есть мы будем стрелять прицельным выстрелом. У нас, по идее, вообще 100% крит должен все время вылетать. Если доверять этим надписям на оружие и на способности, навыки, то у нас будет сотка крите. Это что там? Мы сразу по 100 урона будем каждым выстрел наносить? Посмотрим. А еще если учитывая то, что у нас не звучит оптимиста, то есть она ведет по-крупному, там вот супер криты, будет весело. Либо можно вообще не париться, когда мы получим доп. характеристику, вкачать просто в... в ту же вынос. И все. А еще характеристику мы одну от рыбки не получили, да. У нас еще две, как минимум, характеристики на свободе, которые можно поднять. Поэтому нормально, все отлично подходит. Давайте сохранимся. Зато теперь нормально, у нас пуха появилась. Супер прям пуха. Заедем сейчас в отрадное, наверное, мы тогда за этими патронами. Ну, я сначала сейчас еще тут здесь проверю. Может, у кого-то есть. Бартер не хочет. Но у тебя есть. О, у него косарь, кстати, денег есть. Слушай. Не хочешь поделиться? А кто-то карманный краж надо поднять, да? Давайте поднимем карманные кражи. Пускай будет... Можем ли мы себе позволить сотку в карманных кражах? Общение нам нужно будет поднять. Ремесло. Низкое, да. Наверное, мы себе можем позволить сотку в карманных кражах. Все. Сотка. Это уже другое. Другая тема. И на, по идее, должно быть проще. Теперь обворовалась. Да, без проблем. Бежали дальше. Сейчас еще забежим, посмотрим. У этого торговца здесь, на барже. Может, что-то у него есть. Сотка. Мы, по идее, можем даже попробовать обворовывать от товарища вот этого торговца в краснознаменном броньками. Может быть, у него получится украсть. Печально просто, что пока мы не находили еще никаких книг на торговлю. Ой, на торговлю, говорю, на воровство. Понятно, у тебя деньги тоже есть. Потом можно их пилотизировать. Так, это все у нас тоже есть. Патрон 14.5 идет. Симулятор. Сейчас, ну ладно, хватит тогда. Сейчас возвращаемся в отрадной и попробуем патроны там раздобыть еще. Наверное, народ получил уровни. Хотя им для оружия, тем, которым они сейчас пользуются, особо там не надо. Разве что, опять-таки, по максимуму уже до 200 прокачать, 199. Кто чем пользуется, у нас Фидель пистолеты, да? Пистолеты. Пусть это будет 199 в пистолетах. Но не хватает очков. Ну, пусть так. Так, по навыкам у него нету ничего. Теперь 199. У тебя оружие винтовки. Тоже давай 199 сделаем. У этого бойца и так, 199. Доступные очки умений. Распределим. Ну, в любом случае, если мы будем его сбрасывать на пулеметчика когда-нибудь, если можно это сейчас делать даже, только на дампл сделать. Да, короче, не будем-то тратить на него время. Я все-таки решил переквалифицировать, потому что ближний бой, конечно, весел, задорно, но толку от него никакого нету. По правде, так сказать, никакого. В принципе, Кет Фидели тоже с его пистолетиком. Поэтому тут пока у нас Оксаны решает, Гексогены решает. А вот эти, естественно, ребятки мимо идут. Да. Ладно. Пока не трогаем ничего. Нам нужно 2 ампулы забвения скрафтить. Вот если бы моду не поставили, то могли бы только одного персонажа переделать и все. То есть надо было тогда точно выбирать идеальный просто билд для себя, чтобы потом не сомневаться. И так вот мы изначально сделали, запланировали по нему идти. Выбрали автоматы. Все, значит автоматы, пулеметы и до свидания. Сейчас мы взяли, решили к винтовочкам присмотреться. Вот. Александр переделали с 1 раз. Сейчас 2 раз переделаем. Гексогена переделали. Оксану, соответственно. Конечно, это вроде как бы немного что-то и читерно, да. То есть неправильно. Но с другой стороны, в большинстве играх ты можешь переделать своих соратников, сопротивляться, как бы не бесплатно за денежку. Но мы тут тоже не бесплатно их переделываем. Поэтому я этим себя так и успокаиваю. Ну, опять-таки я с другой стороны как бы проверяешь билды определенные, что тебе больше нравится. То есть я понимаю, что мне вот нравятся именно винтовки. И все. Лежний бой тут как-то не рулит. Автоматы тоже весело, но автоматы, по идее, потом все равно надо переходить на что-то более крупнокалиберное. Те же пулеметы какие-нибудь. На пулеметы нужно очень много патронов. Поэтому для меня это больше все нравится. Либо снайперки, либо ружья. Снайперки вблизи, ой, издалека пострелял. Враги пришли поближе из оружия. Тоже побабахали и все. Все рассыпались. Здесь мы приехали к торговцу. Яшин. Тут у тебя денежки есть. Ага. Не получилось денежки мне сворвать. Даже соточка и торгов... Ой, это и воровство. У нас на скрыто есть. Скрытность маска стоит. Так, с этим... С этим разобрались. Патроны. Патроны 14.5. Кстати, дорогие патроны, да. Но для нас патронов, я смотрю, тут что-то он... Не припас, да. Но зато много других патронщиков тут у него появилось. Прям все пушки. Старые, ржавые, с патронами. Патронов, в общем, сейчас будет много, я думаю. О, легкий тактический жилет тоже забираем. Так, тут уже без патронов. Значит, давайте сейчас сохранимся сначала. Столько много патронов подоставал у него. Приполнен. Что страшного. 9, 9. Так, опять 45. Все, ерунда. Вот это мы забираем. Дальше. Патроны. Вот 14. Ой, 70, 24. Не хочет, да. Надо, мы можем что-то у него украсть и потом выменить на патроны. К примеру, вот. К примеру, к примеру, к примеру. Где там был этот пулемет? Не дешевый. Все, бартер. Так вот. Патронщики, значит, вот эти забираем. Пять и забираем. Пять и забираем. О, 9, 39 тоже хочу. Все, с патронами мы... Еще вот этот давай возьмем. Что там вверху у нас было? 5,45. Она все, принц, патроны, ее купим. Потом деньги просто украдем, да и вот и все. Порох. О, порох есть у него. Отлично, 5,900. Ха-ха. Да, конечно, 5,900 на этих, да, но сильно не привыкаем. Надолго. Побыл богатым и нечего привыкать. Правда, мы переполнены, да? Машина. Я вот еще не помню, в нашем этом схроне там... Может, там еще патронщики какие остались. Сейчас бегаем, посмотрим. Багажник. Это мы кому дадим? Я вот не помню, у кого нету. Оксаны есть гексоген. Может, гексогену надо. Патрон, кстати, тоже ведь ее много весит. Вот, 762 на 39. Кто-то у нас из него стреляет. Может, гексоген. Перегруз пропал у него. А вот у него перегруз появился. Не надо себе. Так, тут патронов нету. Тут нету. Перегруз убрали. Пошли посмотрим. А нет, у него тоже 54. Нам, в принципе, патроны только 72 на 54 надо. И... Сейчас для... 6,49. Ну, 9,39. О, кстати, нам на винторез не хватает автоматическое. Берем автоматическое. Продалка-то много вкидывать надо. Ну, пусть. Сколько надо? Сколько нам надо? 70. Я вот сейчас просто что-то задумался. Может, винторез кому-то дать? Кому его можно дать? Александр будет с пулеметом ходить. И себе оставим. 70 автоматическое надо. Все. 113 очков у нас еще остается. Да, ничего красненького больше нету. Патроны. 6 на 49. 7 штук только, к сожалению. Так, 14,5 тоже заберем. Потом, может быть, найдем. Да, их израсходует сгущенку. Забираем. Вот тут у нас такого кучи металлолома. Металлолома у нас, в принципе, и в красном БЦ хватает. Все. А, вот щита, деталь щита тоже заберем. Ну, в принципе, этим занимаемся. Поисками. Ну, вот так, в принципе, и все. А, еще подождите-ка. Еще нам нужна довоенная водка, наверное. Тут коньяк. Водки нету. Чтобы сделать еще одну лампу узабвения для Александра. Лампу узабвения. Да, у нас не хватает. У вас, во-первых, клей нету, во-вторых, у нас нету водки. Все остальное есть. Клей, клей, клей. У кого-то может быть клей. Вот, клей есть. Хорошо. Клей есть, водка. Довоенная водка одна есть. Агексаген. Довоенная водка. Фортфейн. Вот, довоенная водка. Все, есть. У нас есть еще для одной ампулы. Дожди. Только что ж был. Ничего не понял. А может и нету. Что за галлюцинации. Ну-ка, спарамид. Хотя, можно было бы забросить сюда. Где спарамид весь? Странно. Спарамида что-то нету. Наверное, кого-то другого смотрели. Спарамид. 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 Давай забираем. Что там у остальных? Спарамид. Надо будет в краснознаменном нам заглянуть к аптекарю. И немножко кое-чего прикупить. А здесь, кстати, случайно-медикаментов у нас нету. Торены есть. Не, больше такого ничего нету. Переполнены, да? Надо что-то кому-то... Здесь... А, кстати, клыки. Клыки. Нам нужны клыки. Вот они здесь, да? Смотрим. Может, мы сюда куда-то бросали их. Шкурки. Шкурки. Нет. Клыков нету. Это надо все будет продать. Еще перегруз. Все, перегруза нету. Александра тоже перегруза нету. Убежали. Убежали прыгать в машину. Поедем. И, наконец, краснознамена тоже. Что-то как-то мы сегодня дотянули. И много-много разных мелочей вскрылось. Которым надо было разобраться. Зато уж теперь-то мы к этому мертвому городу точно будем готовы. Особенно куда Александр вкачаем пулеметчика. Он много хватает. Самопальных, не самопальных. Да, но вот эти вот загрузки... Отрадные. Все, от отрадного прямиком мы едем тогда краснознаменные. Ну что, бандиты. Кто-нибудь нам встретится по дороге или нет? Получит винтовка Виттинского. Ее бы испытать нам неплохо. Посмотреть на эти сотка процентов крит. Насколько мы там жестко будем критовать. Единственная проблема с патронами, да. Может быть в красном БЦ патроны сможем сделать. Но было бы, наверное, слишком мимбово, если... И делать опять-таки из мусора, из пороха, металлолома. Где покупай. А сейчас мы, значит, что идем в аптеку. Куда я помню, украдем. Что бампл можно было за вене скрафтить. Куда я к СУ можно дать Александру. Из-за одного зайду посмотрю к этому торговцу. Оружейнику. Офигеть. Апамарфин 14 штук. Просто 14 сразу. Че такой богатый? Наверное, мы из-за того, что к нему давно не заходили. Он тут насобирал всего просто кучу. У него и так раньше было не проблема все украсть. А с соткой в расцветок вообще изи. Не поддается пока. Пока не поддается. Нет, не надо, денежки заберем. Морт в город. Наверное, нам понадобится родной. Заберем стимулятор, само собой. Супер стимулятор, даже 8 штук. Да-да ты хорошо затарился. Наверное, есть смысл подольше к ним не заходить. Хотя, может быть, это просто зависит от уровня нашего. Да, все. Спасибо, аптекарь. Очень приятно с тобой иметь дела. Давайте зайдем сейчас еще, наверное, к торговцу броней. Посмотрим, что еще новое интересное появилось. Сейчас я попробую, возможно, не подзарить, поворовать. У него с оточкой в воровстве. Мы переполнены. Мы переполнены. Надо это все, хлам, как-то куда-то подевать. Заняться тоже бы сортировочкой лута, а то что-то 10 пускай будет. Все равно переполнено, 120 килограмм. Еще на 3 килограмма чего-нибудь выбросить. Держи армейскую фляжку. Держи тогда еще гранаты учебные. 18. Отлично. Шлем пилота. Это весь из хлопок мы ему подавали. Щит есть, металлический щит. То есть, может быть, как раз таки, если ближника давать ему металлический щит, то, может быть, это было бы весело, но опять-таки, но я не хочу, я все-таки. Я попробовал ближником, Александра ближника, что-то мне не понравилось. Мне, в принципе, и раньше во всяких играх ближники не особо нравились. Ну, ты хотел просто эту бензопилу проверить. Да, она крутая, но вот подойти проблема. О, средний тактический жилет. Очки действия, правда, ловкость не дает. То есть, легкие тактические жилеты, это ловкость, это не дает. Вот еще минус. Очки действия, уклонения, варочная маска, броня сталкера, легкий тактический жилет. Вот, у нас другой, конечно, это чем-то похож. Очки действия, ловкость, уклонение, последовательность. Бронешлем есть. СБ-2, бронежилет. Принитактический жилет. Очки действия, уклонения. Но, опять-таки, ловкость не дает. Нам ловкость надо. Что ж, хорошо, интересно. Но, на этом будем мы, наверное, закругляться сегодня. В следующий раз уже продолжим. Тут доздаем квесты. И, наверное, сходим. Может, в Красный Боец еще надо съездить. Смотреть по поводу патронов винтов Квитинского. Смотреть, как там обстановочка. Не будем готовиться уже, наверное, в следующий раз тогда к мертвому городу. Все. Всем пока.